Здравствуйте, уважаемые подписчики! А сейчас мы находимся с вами в магазине Доброцен. Это поселок Репалово. И посмотрим, какие новиночки приехали сюда на прошлой неделе. Я делала уже отсюда обзор, но посмотрела, что поставка товара большая. Чайник электрический, по-моему, в прошлый раз не показывала. 1,8 литров, 629 рублей. Производство Китай, нержавеющая сталь, автоматическое выключение и современный дизайн. На самом деле, вот этот чайник стоит 315 рублей. Тот, который за 600 рублей, он более симпатичный, скажем так. Он идет со стеклянным корпусом, автоматическим выключением, современный дизайн и максимальная вместимость 1,8 литра. Ну да, этот чайник уже выглядит прям совсем интересно, хорошо. Стеклянный корпус и в коричневом таком цвете капучино у нас представлен. Показывала вам технику Скарлетт в прошлый раз. И понравилась эта техника, тем более понравились цены. Напомню, что здесь утюг, миксер и погружной блендер. Цены указаны. Если вы собираетесь по грибы, по ягоды, завезли мужские сапоги. 419,90. Они изготовлены из ЭВА и размер от 41 до 47. Есть еще мужские сапоги, но они уже резиновые. Вот эти сапожки темно-синем цвете, они совсем легкие. Резиновые стоят 209,90 в два раза дешевле. В Доброцене еще есть грунт. 50 литров натуральный торфогрунт. Кто покупал грунт в Доброцене, нам обязательно напишите, как он по качеству. Помимо мужских, есть и женские сапоги, точно такие же. Изготовлены из ЭВА, 14,19,90. Цена очень легенькая. И вот одни малиновые, остальное все темно-синие. Сапожанские 309,90. Размер от 37 до 41. Эти сапоги изготовлены полностью из ЭВА. Производит Московская область эти сапоги. Есть также и мужские сапоги в черном цвете. От 40 до 45 размера. Сейчас на даче это вообще супер вариант. Смотрите, какие можно, кстати, для похода в бассейн, например, их приобрести. Вот эти черные мужские. Сапы идут в очень приятных расцветках. Особенно женские, вот такие розовенькие. И правда, почему бы не приобрести в бассейн или для того, чтобы ходить на даче. Легко моются, легкие, удобные. Большая поставка товара сегодня. Смотрите, это, по-моему, корыто или ведра. Нет, это тазы. Тазы приехали. Сейчас только в магазине Светофор видела вот такие наборы вешалок плечиков. 10 штук металл, 113 рублей их стоимость. Они идут с ПВХ покрытием. И здесь 10 штук. В Светофоре такие наборчики по 7 штук. Как и в Светофоре здесь есть одеяло всесезонное, двуспальное, метр 75 на 2, 489,90. Это просто бамбук. Причем здесь, в отличие от Светофора, есть и одеяло в таком кремовом цвете. Это вроде бы снова кашпо садовые всевозможные. Ну, в общем, приезжайте. Ассортимент, большой емкость для корма животных. 6 литров здесь с удобной ручкой. Изображена симпатичная кошечка. Изготовленная из полипропилена. Производят эти ведерки Беларусь. Чистящий порошок ProFline Eco 400 грамм, 18,90. Вот цена. Помимо емкостей для корма животных, есть еще такие же емкости для хранения порошка. И обратите внимание, что в этих контейнерах на такой веревочке идет совочек. Ну, вот здесь уже треснутый контейнер. Чистящее средство Glorix 99,90. 1 литр здесь. Нежная забота без отдушек. И производит Unilever. Русь, то есть город Москва. Это продукция компании Unilever. Прошу повторные стиральные порошки Biolan. Порошок 6,3 литра стоит здесь 289,90. Какой-то новый порошок стиральный Biolux 6 килограмм. Автомат 149,90. И вот рекламируют они активно стиральный порошок Ariel 416,90 за 5,7 килограмм. Да, лучше приезжать в этот доброцен не во вторник. Наверное, в среду лучше всего. Я знаю, что еще поставка в четверг. Вот здесь еще тазики подвезли. Видите, разноцветные тазы. И куча палетов, опять же, не разобрана. То есть все новиночки мы с вами прям так вот посмотреть не сможем. Югуртный напиток для детей с трех лет. Тапка Кавтин. Целый палет здесь производит город Москва. Много сгущенки славянка с сахаром, заменителем молочного жира 76,90. Его цена 8,5% жирности. Но это продукт заменителя молочного жира. Обратите внимание. Отливки питьевые 1 литр. Белая речка 99,90. Я их покупала. Очень вкусные. И здесь производство Краснодарский край. А зато появилось, смотрите, яйцо куриное. Первый раз вижу. Категория С2 30 штук. 169,90. Почему бы не взять? Да, они маленькие совсем. Но это С2. Я обычно С2 не беру. Шея индейки 138,80 за килограмм. Но здесь уже остатки. Видите? Ой, многие индейки 55,90. Привозили сюда и овощи. В том числе чеснок, например. Еще можно повыбирать. Чеснок 162,50. Перец ласточка был 148,50. Капуста 46,20. Огурцы 61 рубль. Помидоры 95,20. Апельсины 70,40. Дороговато. Лимоны 97,90. Тоже дорого. Черешня 273,30. Тоже дорого. Яблоки 97,95 рублей. Тоже дорого. То есть на самом деле овощи здесь не дешевые. Но и, например, лимоны здесь гораздо более крупные, чем в магазине Светофор сейчас. И вот это остатки, я так понимаю. Рыба филе минтая вот здесь лежала на полете. Уже ничего нет после выходных. 2,25,90. Также я смотрю, привезли горчицу Камис 69,90. Обязательно напишу, сколько она, эта же горчица, стоит в Светофоре. Санта-Брэмар поставляет и сюда свою рыбную пасту. Сейчас только в Светофоре мы ее видели. 54,40, с крабовым мясом паста. И есть паста еще такая же, с кусочками сельди. Это известный производитель из Белоруссии. Сыр кабош чеддер, 200 грамм, 136,50. Мне этот сыр не понравился, честно скажу. Он очень мягкий. То есть, что мне явно говорит о том, что составчик-то не очень натуральный. Сейчас на нас надвигается сезон шашлыков и соусы без них никуда. Соус Махеев майонезный и грибной 59,90. А также есть еще такой же соус Махеев 250 грамм для приготовления карбонара и баланьеза для приготовления вторых блюд. Тоже 59,90 за 250 грамм. От Микояна подвозят постоянно новинки сосиски кремлевские 450 грамм, 109,90. Десерт отвороженные сласти с творогом. Вообще заменителем молочного жира 44,50. Он идет с клубникой и еще со злаками. Масло сладко-сливочное крестьянское 88,90. И масло сладко-сливочное 500 грамм, 94,90. Я беру здесь в Доброцене вот это масло сливочное 180 грамм, 89,90. Буквально одна упаковка вот этого молока пастеризованного 2,7% жирности, 56,90. Пушкиногорский МСЗ. И в прошлый раз я закупилась вот этим молоком. Вкусное молоко. Производство у него Беларус. Ну и мне очень нравится докторская колбаса. Я делала окрошку на вот этой докторской колбасе от Микояна. Она немножко такая плотненькая, но для окрошки самый раз. 315,90 ее цена за 1 килограмм. От Микояна много продукции. Вот, например, сервелат миндальный Микоян. Я как-то Микояну доверяю. 107,90 за 350 грамм. Здесь много хороших производителей. Вот ветчина вареная. 600 грамм, 142,90. Вот шейка Микоянская за килограмм 364,90. Тоже отличная цена в Ленте. И в Ленте цены на вот эту продукцию гораздо дороже. И есть карбонат Микояновский. 1 килограмм 299,90. Вот еще какой-то набор к пиву холодного копчения от Балтийского берега. Здесь 200 грамм. Но ценник опять. Где ценник, ребята? Вот цена на молоко. Молоко отличное. Можно взять в прок 49 рублей за 1 литр. И прекрасная цена. Но единственное, я отметила для себя. Овощи, фрукты все-таки дороговато. Даже те же апельсины можно сейчас в том же Дикси купить дешевле. И чеснок. Из брендовой продукции есть здесь чипсы. Русская картошка. Супер чипсы. Новый вкус. Без канцерогенов, ноль лишнего жира. Но это вы, ребята, конечно, загнули. И есть в наличии чипсы Лейс. 102 рубля 90 копеек. 240 грамм. Сметана, зелень и лук. А также со вкусом краба. Эти чипсы идут в упаковке чаша. Семечки молодежные отборные. 500 грамм от Мартина. 79,90. Печенье, кондитерское изделие, грибочки. 500 грамм. Между прочим, это даже чеховские грибочки. Так что будьте добры, да. И тут целый палет этих грибочек. Велка стала поставлять свою продукцию во все подобные магазины. Вот, например, каша овсяная. Ассортия. 6 упаковок. 100% натуральный состав. Вот целый огромный палет здесь стоит. И такая же каша увелка овсяная. Хлопья цельного зерна. 15 минут варки. А это от увелки воздушный десерт с грушей. И появилась крупа пшено. Видите, сегодня мне не повезло с ценниками. Крупа пшено 500 грамм. И крупа пшеничная ясно-солнышко. Я вот вижу, что еще приехало много кваса здесь в магазин. И вот мне сказали, что очень большой привоз. И вот эта каша доброе утро овсяная без варки. Она просто заливается горячей водой. Яблоко изюм, яблоко клюква и яблоко абрикос здесь. Содержимое пакета высыпать в посуду. Добавить 130-150 миллилитров. Кипятка или горячего молока тщательно перемешать. Накрыть крышкой и настаивать 5 минут. То есть много всевозможных каш приехало от вот этого бренда Увелка. Мне сказали, что ценники еще не успели напечатать. Огромный завоз. Так что просто приезжайте. Цены здесь по-любому очень доступны и хорошие. Икра из кабачков бабулины рецепты 450 грамм 56-50.